Всем привет, с вами Леша. К нам в студию пришло кое-что новенькое на Android One и не на медиатеке, так что можете выдохнуть. А именно это смартфон G8 от компании General Mobile, которая к слову и выслала нам этот смартфон. Но при этом, как и всегда, я буду говорить вам правду и только правду о нем. И я специально все время, пока тестировал его, не заглядывал в характеристики и цены, чтобы честно и без предвзятости передать вам все эмоции, которые вызвал у меня этот смартфон. Но перед тем, как начать, напомню, что все цены на интересующие вас смартфоны вы можете отслеживать на сайте синтетики и очень неплохо сэкономить свой бюджет. Ну ладно, перейдем к смартфону. Итак, первое, о чем нельзя не сказать, это то, как он упакован. Честно, давненько не встречал смартфон в пластиковой коробке, но что-то в этом есть. Внутри у нас куча документации, чехочек силиконовый, зарядка и неужели наушники? На коробочке которых красуется надпись Dolby Audio, а сами они довольно неплохо выглядят, но к ним мы еще вернемся. Первое, что, наверное, абсолютно всем бросается в глаза, это его корпус. Пластмассовый корпус, на котором производитель решил сэкономить, потому что на ощупь и внешне он очень дешевенький. Но многие на это не обращают внимания, так как есть чехол, а с ним этого не видно. Но потом мы начинаем присматриваться внимательнее, и помимо сканера сзади гибридного слота, замечаем второе, на чем тоже сэкономили. Это microUSB. Чуть позже объясню, почему в этом смартфоне ему не место. И затем дисплей. Фух, он яркий, с хорошей цветопередачей, красивый, 5.7 дюймов IPS, и я был уверен, что тут Full HD+. Реально, настолько он хорош, пока не запустил YouTube, где в настройках только 720p на выбор. И в играх это будет многих раздражать, так как, к примеру, в таких играх, как PUBG, детализация может сыграть очень многое. И я знаю, именно поэтому геймеры и обходят стороной HD+, дисплеи. Но все же, если вы берете смартфон чисто для повседневных задач, то этого дисплея с головой хватит. Но это не отменяет того факта, что на дисплее опять-таки сэкономили. Ну, вы скажете, наверное, все ради хорошей автономности, ведь с Redmi 5 так было. Хм, к сожалению, тут все грустно. 9% за полчаса YouTube и 6% за 10 минут игры в танках. Аккумулятор тут 3075 мАч, и в общем автономность меня слегка огорчила. Но давайте все же поговорим о его основном плюсе. Это Android One. Реально, что ни говорите, а он гораздо лучше чистого Android. Мне он еще на Mi A1 очень зашел, но за это время он не стоял на месте и появилось много крутых фич. Если кому интересно, чтобы не повторяться, просто гляньте обзор Антона на Mi A2. Там он обо всем рассказывает подробнее. И многих волнует всегда вопрос обновлений. Тут я вас успокою, они приходят в меру часто. И, кстати, при включении он у меня обновлялся 5 раз. Прошивку за прошивкой, вместо того, чтобы сразу на последнюю прыгнуть. Как-то странненько, но зато я знаю, что обновления тут не будут запаздывать. Подтверждение этому вот вам версия Андроида. Хотя при старте был 8.0. Процессор тут Snapdragon 435. И его реально спасает HD плюс разрешение, которое хорошенько его так разгрузило. Благодаря этому на высоких настройках FPS в танках будет колебаться в районе 35-45 и в принципе играть комфортно. Но это ожидаемо, так что перейдем к тому, о чем я говорил ранее. Dolby Audio звук в наушниках. В настройках и в шторке есть выбор нескольких пресетов звука. Но, как по мне, самый нормальный это настройка 1 или точно такой же настройка 2. В них звук реально хорош, но я не вижу смысла в остальных режимах. Так как в разных наушниках звук мне нравился все равно только в профиле настройка 1. И по факту другие смартфоны без Dolby Audio по звучанию будут не хуже. Но интереснее всего мне было заценить вкладыши из коробки. Они, ясное дело, оказались хуже моих бюджетных Philips, но при этом звук более-менее. Басов маловато, но те, кто не парится особо, будут довольны этим бонусом. Динамик, к слову, неплохой. Будет потише и не такой хороший, как в Mi A2, но и не могу сказать, что он бюджетный. Как это часто бывает. Теперь камера. Сразу же бросается то, как перекрасилась красная подсветка в желтый. Этого нету в Mi A2. Ну и после кропа по детализации вырывается Mi A2. Что в принципе ожидаемо, хотя у Mi A2 шумодав может замыливать лишнее. По фронталке тоже ничего, пожалуй, даже говорить не надо. Думаю, абсолютно все согласятся, что однозначно Mi A2. И теперь видео. Значит, съемка идет в Full HD. Первое, что я вам покажу, наверное, это фокус. Автофокус. Давайте сфокусируемся на Антоне. Да, фокусировочка довольно нормально, быстрая. Так, хорошо. Не буду вас травировать, вашу психику. Экспозиция. В принципе, тоже меняется довольно быстро. Окей, у всех будет, наверное, вопрос, что здесь со стабилизацией. Значит, если я попрыгаю, вы, наверное, увидите, что ее нету. Почему, кстати, так прикольно прыгает время съемки на экране. Но есть возможность в настройках ее включить. Стабилизацию. Мы сейчас это сделаем и увидим разницу. А вот это уже съемочка со стабилизацией. Видите, как урезалась картиночка. Ну и вот как-то так. То есть стабилизация здесь не аппаратная. Все, итоги. По итогу могу сказать вот что. В этом смартфоне больше громких слов, нежели функций. Начиная от слоумов видео, которые я не нашел. И заканчивая надписью Turbo Charge на зарядке, которая на самом деле заряжает 25% за полчаса. Что не очень уж турбо. Тем более, это все через microUSB. Наличие которого для меня, ой, как непонятно. Ведь цена тут от 196 долларов. Really, nigga? Блин, да Mi A2 210 стоит. Но там Full HD+, дисплей, а не HD+. Snap 660, а не 435. Type-C, а не microUSB. Автономность лучше. Камера, что основная, что фронтальная лучше и функциональнее. Корпус полностью металлический. В общем, он уделает его по всем параметрам. Хотя пока я не узнал цену, мне казалось, что он будет что-то вроде Redmi 5 на Android One. А тут такое разочарование по цене. Но при этом всем не стоит судить о компании только по одному смартфону. Мы заказали немного другую модель и планируем сделать на нее обзор, как только к нам она приедет. Ну а всем, кто досмотрел до конца, большое спасибо от меня. Как всегда, жду вас в комментариях. И до скорого.